МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Впервые с момента аварии Герлан Утешев появился на публике в суде. Нетвердая походка, тихая речь. В этом человеке трудно узнать высокопоставленного чиновника. В храм Фемида его доставили прямо из больницы и сразу же предъявили официальное обвинение в совершении ДТП со смертельным исходом. Но вопреки фактам, в крови Утешева обнаружен алкоголь, он признал вину частично. Вы в какой части признаете себя частично? Можете пояснить? Могу я за нее пояснить, потому что плохо. Я восстановлюсь в событии. Не могу. А вы признаете то, что вы совершили преступление при этих чащих обстоятельствах алкогольное опьянение? Вы это не признаете? Вы отрицаете этот факт? Нет. В биографии Ерлана Утешева сплошь положительные характеристики. Он был Акимом Приозерска, Шахтинска, начальником областного управления. И это, говорит адвокат, основание для заключения его под домашний арест до суда. Прокуроры и потерпевшая сторона настаивают на лишении свободы. Когда на второй день сделали анализы, 18-го числа, у него показывало среднюю степень. А если бы 16-го сделали, у него показало бы не 1,67. Похоже, что примирение, на которое надеется защитник Утешева, так и не состоится. Суд постановил арестовать обвиняемого на два месяца. Правда, Утешев отправился не в следственный изолятор, а снова в больницу. Предположительно, Утешев будет водворен в следственный изолятор 26-28 февраля. Поскольку на данный момент он находится на излечении, и конвой находится у его палаты. По результатам заключения врачей будет решен вопрос о его водворении в СИ-16. Дело Утешева находится на особом контроле у прокуроров и полиции, а работу он уже потерял. С сегодняшнего дня Ерлан Утешев не является начальником управления энергетики и ЖКХ. С какой формулировкой его уволили, в Экимате Карагандинской области не поясняют. В ближайшее время будет решаться и вопрос об исключении теперь уже бывшего чиновника из рядов партии НУРОТАН.